Сегодня мне действительно очень радостно стоять на этом корте, на этом классном покрытии, классная площадка. Ребята, я вас поздравляю, потому что это сделано в первую очередь для вас. В первом лице интернате учатся только мальчики. Для них открытие новой площадки – событие долгожданное. По пансионатной системе здесь обучают 250 учеников из разных районов республики и соседних регионов. Очень радуются дети. Сейчас, тем более, они у нас живут, здесь интернат. И вечером, и днем. После учебы они будут уже заниматься. После торжественного открытия первый пас на поле передал глава района Тимур Нагуманов. Затем на площадку вышли участники любительских команд. Сыграли в турнир по мини-футболу. Есть всегда острая необходимость в таких объектах, поэтому у нас сейчас пропагандируется здоровый образ жизни. Люди активно занимаются спортом. И, наверное, каждый район мечтал бы иметь такую площадку. В любом дворе нашего города может появиться такая площадка. Мне кажется, это и преимущество. Несмотря на то, что это не самый густонаселенный район нашего города, и забота нашего руководства о таких районах показывает их отношение к городу. Масштабный проект по строительству универсальных спортплощадок в городах и селах республики реализуется с 2013 года при поддержке президента Рустама Миниханова. В 2020 году в республике ведется строительство 85 объектов. В минувшем году в районе открыли 35 спортивных площадок. В этом сезоне построили еще четыре поля. Кроме первого лицея, еще на территории физкультурного колледжа и две в селах. В Кульшарипово поле подходит для игры в волейбол и баскетбол. Площадка расположена на территории сельской школы, но доступ к ней имеют и другие любители спорта. Также, как и мини-футбольная площадка в Тихоновке на этом поле, будут не только проходить школьные уроки физкультуры. Она будет открыта для всех желающих.